Ремонт в хирургическом корпусе больницы начался 5 августа. Ремонтируют все четыре этажа. Изначально все отделения были разделены на две части. На одной половине строители ведут ремонтные работы, на другой свою работу делают медики, оказывая помощь пациентам. Временное неудобство больных не пугают. К сложившейся ситуации все относятся с пониманием. Во время рабочего визита Борис Беляев пообщался с пациентами, интересовался качеством лечения, осмотрел уже отремонтированные палаты. Главу интересовала обеспеченность лекарственными средствами, отношения медперсонала к больным, условия содержания. Врачи лечат, не обижают? Нет, лечит, кормит хорошо, как санаторий. По лекарствам вопросов нет? Нет. Все лекарства здесь в больнице есть, да? Все есть. Очень, во-первых, чистота идеальная, так нравится, как убирают. Девочки все молодцы, кормежка хорошая. Ну это искренне говорить? Да, да, действительно тепло, вообще в условиях хорошие. Медсестры все очень внимательны. Пообщался глава и с медицинским персоналом учреждения. Вас видят только спасение. Надежду на спасение покажем. Если у вас в глазах это читают, то они уже выздоравливают до 50%. Конечно, конечно. Главная цель визита главы – это, конечно, ход капитального ремонта. Больница вошла в республиканскую программу модернизации здравоохранения. На ремонтные работы выделено 20 миллионов рублей. Более 8,5 миллионов уже освоены. Вот эти 20 миллионов мне надо посмотреть, где они освоены? Вместе с главой больницу посетил и генеральный подрядчик. Тендер на проведение ремонтных работ выиграло общество с ограниченной ответственностью «Акрополь». Владимир Владимирович, я хотел бы сейчас попросить, чтобы они немножко подтянулись у нас по отоплению, чтобы постоянно закончились, по вентиляции. Мы все сдадим. Главное, успеют ли строители закончить все работы в восстановленные сроки. Срок исполнения работ – конец ноября. Строители обещают успеть. Утверждают, что ремонт идет по плану. Главу также интересовал вопрос, касающийся компьютерного томографа. Уже определенный у поставщика, по словам главного врача, томограф поступит в больницу в конце ноября. Это кабинет, в котором будет располагаться диагностическое оборудование. Пообщался глава и со студентами, которые проходят в больнице практику. Ну давайте, нам кадры нужны, вот такие хорошие. Так, терапевты нужны, онкологи нужны, неврологи нужны, да? В следующий раз Борис Беляев собирается посетить больницу в начале декабря. Татьяна Сафонова, Денис Тихонов, Новости.